Всем привет, друзья! Всех с праздником! Желаю вам хорошего настроения, чтобы вы любили свою вторую половинку как можно сильнее с каждым днём, чтобы она вас любила в ответ, чтобы те, у кого нет любимого человека, скорее его нашли. Не отчаивайтесь, для каждого в этой жизни есть его любимый человек. Просто всё это дело времени. Сейчас я хочу показать вам рецептик маффинов, который я обещала. Не без происшествий, конечно же, поэтому смотрим. Итак, для того, чтобы приготовить маффины, мы первым делом будем смешивать сухие ингредиенты. Все точные пропорции я оставлю в описании. Берём муку, уже просеянную. Я в неё добавляю 2 столовые... Ой, господи! Ни в коем случае столовые! 2 чайные ложечки разрыхлителя. Муки у нас, кстати, здесь 240 грамм. Потом добавляем чайную ложку корицы. В рецепте ещё указан мускатный орех, чайная ложка, но у меня, к сожалению, его дома нет, поэтому я его не добавляю. И добавляем ещё пол чайной ложки соли. Важно очень сухие ингредиенты между собой хорошенько перемешать, поэтому лучше делать это венчиком. Берём 120 грамм мягкого сливочного масла и добавляем у него сахар. 240 грамм. Теперь берём миксер и взбиваем всё до однородности. Добавляем яйца. Добавляем их по одному. У нас их два. И продолжаем сразу взбивать. Теперь сюда вливаем 120 миллилитров молока. Короче, ребята, у меня там случилась ЧП с камерой. Не буду вдаваться в подробности, но кажется, она у меня сломалась. И по очень глупой случайности я не знаю, как теперь быть, потому что она была идеальной для рецептов и для всего такого. Ладно, продолжу снимать на свою экшн-камеру. Я не вижу, как она снимает, потому что не вижу экранчика. Но надеюсь, что хорошо. Мы добавляем теперь в тесто все сухие ингредиенты, которые мы подготовили заранее. И перемешиваем. Тесто, конечно, вообще очень гладкое получается. Такое однородное. Люблю, когда так. И достаточно густое такое, видите. Так как я делаю кексы с ягодами, я беру миску. В них высыпаю уже замороженные и неразмороженные как бы ягоды. У меня смородина. Нужно взять где-то 200 грамм ее. Можно взять свежие ягоды. Как бы, смотрите, уже по вашим финансовым возможностям, по наличию в магазинах и все такое. И для того, чтобы ягоды у нас не оседали в тесте на дно, чтобы они были равномерно рассудены по всему кексу, мы добавим сюда столовую ложку муки. И перемешаем их хорошенько. То же самое нужно сделать и с ягодами свежими, не замороженными. Берем тесто. Добавляем сюда вот эти все ягоды. Вы можете добавить любую ягоду, которая вам нравится. У меня просто в морозилке была смородина, поэтому я выбираю ее. Еще классно будет голубика, черника, вот такого вот цвета, знаете, что будет классно смотреться в светлом тесте. Ну, а перемешивать я буду вот такой лопаткой. Снизу хорошенько. Я думаю, это будет очень вкусно. В идеале тесто, конечно, лучше накрыть пленочкой и убрать холодильник на ночь, чтобы оно еще больше настоялось. Тогда будут кексы еще вкуснее, по идее. Но так как у меня не было времени готовить это заранее, реально, мы учите рыбы на рынке, у меня были другие дела в среду, но у меня не получилось сделать заранее, к утру, знаете, как я хотела. Поэтому я решила сделать вот в пятницу, порадовать кого могу такими кексиками. И, естественно, тесто я уже не буду настаивать долго. Но я не думаю, что вкус сильно пострадает из-за этого. Тем более, что съедятся они, скорее всего, сегодня же и завтра максимум. Духовку параллельно разогреваем до 180 градусов и подготавливаем вашу форму. Вы можете взять форму, как у меня, вот металлическую, я беру сердечки специально, это от Фаберлик форма. И смазать можете маслом, как это буду делать я. Можете взять обычную форму для мастеров и положить туда вот эти специальные формочки бумажные, в общем, как угодно. Нужно заполнять формочки тестом на две трети. Фух, распределила. Теперь можно отправить в духовочку на 20 минут. Вот такие у меня получились мастерные. Я дождусь, когда они остынут, и тогда буду аккуратно вынимать из формы и делать еще. Я думаю, что мне тут на два раза еще будет. То есть, получится у нас в итоге, может, даже 18 таких маффинов. Я переживала, что они не готовы, потому что протыкала иногда шпажкой в тех местах, где смородина. Естественно, там очень мягко и все и сочно. Но они готовы, и я их держала дольше. Я их держала где-то полчаса, наверное. Может быть, все зависит от духовки. Ребята, вы просто должны это видеть, как легко от формы отходят кексы. Вот просто посмотрите. Я поддеваю ножичку. Ой. Раз. И все. Вообще ничего не остается. Это просто чудо какое-то. Я переживала, что они, знаете, пристанут сильно. Но нет. Все шикарно. И такие сердечки прикольные получаются. Такие пышные. И очень мягкие. Прям мега мягкие. Хорошо поднимаются. Несмотря на то, что мне было тяжело без кондитерского мешка все это делать, у меня, в принципе, все получилось. Сейчас сполосную форму и буду печь дальше. И да, сразу совет. Если вы хотите, чтобы кексы оставались как можно дольше мягкими, тоже касается и коржей, сразу накрывайте их пленкой. Либо каждый поштучно, либо как я, вот прям в тарелке. Вот первое я забыла накрыть сразу, а второе накрыла. И чувствуется, что они остаются мягкими, эти более твердые. Значит, у меня уже 12, и еще 6 стоят в духовочке. То есть всего получилось, как я и говорила, 18 сердечек. Ну, в принципе, форма примерно стандартная, да, размер. Поэтому у вас где-то столько же получится. Хотите меньше, уменьшайте порцию. Но я попробовала кусочек теста, там один неаккуратно достала. Мне безумно понравилось. Очень вкусно и классное сочетание вот кисленького со сладким. Вородину я люблю в выпечке, очень сильно. И чем больше, тем лучше. Мы сегодня собираемся в ресторан вечером отмечать День святого Валентина. И я опять не знаю, что надеть. Вот есть вариант надеть вот это платье с туфлями черными. Ну, по мне, так это как-то скучно и как-то... Не знаю, если нравится вам, скажите, то я его надену. Просто там подкрашусь, туфельки черные. Мне, кстати, туфли вот мама подарила. Она их не носит, дала их мне. Вот эти черные. Очень красивые. Этот каблук более мне подходит. Я не сильно люблю стильные прям высокие каблуки. А мои другие туфли старые, черные именно, устарели вообще безбожно. Они вроде бы с круглым носком, который сейчас тоже в какой-то степени актуален. Да, типа там туфельки Мэри Джейн. Но старомодно совсем у меня смотрится. Не то, что нужно. Поэтому я эти туфли уже не люблю. И, наверное, их просто выкину. По мне, так это какой-то скучный вариант. Я думала, может надеть свой вот этот вот свитерочек серебристый. Но он как-то, не знаю, вроде прикольный. Но не могу сказать, что сильно хорошо смотрится с юбкой. С джинсами вроде неплохо смотрится. Можно, типа, тоже под туфли, под какой-то ободочек. У меня есть серый. Ну, опять надевать красное платье. Это уже вообще пипец. Вот это. Реально у меня другого нет. Еще оставались варианты комбинезоны. Стелли Вейджел и красный снюшик, который. Ну, комбинезоны реально крутые. Но они как-то более голые, что ли. Чтобы не было холодно. Ну, что комбинезоны, я считаю, очень удачные. И вот они действительно смотрятся празднично. Поэтому жду вашего совета в комментариях, что лучше надеть. Потому что меня вот это бесит. Когда не знаешь, что надеть. И у меня это частенько. Именно, когда касается похода куда-то, вот, типа, ресторана или вот в театр. Или на какой-то праздник. Хоть убейте меня. Ну, как вы уже поняли по названию видео, я на днях открыла для себя кое-что новое. Я открыла для себя эпилятор. Как так получилось? Ну, я его не покупала. Дело в том, что когда-то этот эпилятор подарили Карине. Она им один раз попробовала попользоваться. Ей было сильно больно. И она им больше не пользовалась. Я у нее попросила. Говорю, да, я попробую. В итоге мне он, можно так сказать, зашел. И она мне его подарила. За что огромное спасибо. Тут эпилятор Браун Силки Пил 5. Я думала, что Браун, это вроде бы как одни из самых хороших эпиляторов, да, там. Вот, смотрите, какая там в комплекте. Сумочка, там какая-то охлаждающая перчатка. Я ей еще не пользовалась. Вот, зарядка. И сам эпилятор, как вот выглядит. Ну, я прежде никогда не пользовалась эпилятором. Я не ходила на шугаринки, восковые, вот эти вот все процедуры, короче, когда волосы выдираются. Сейчас будет тема деликатная, такая более женская. Поэтому, если мужчинам это неинтересно, лучше не слушать. Это больно слушать, реально. И поэтому для меня это было немного стрёмно. Все, что я пробовала, это станок и... А крем еще когда-то и лазерная эпиляция. Лазерная эпиляция мне не понравилась, потому что тоже болезненные ощущения. И какие-то они стрёмные из-за того, что тебя чем-то там, типа, облучают. Ну, не то чтобы облучают. Ну, такое мне не очень нравилось, честно говоря. Поэтому я решила попробовать эпилятор. Ну, я могу сказать. Здесь у него, да, две скорости. И лампочка прикольная, кстати. Она, как бы, помогает в том, чтобы удалять как можно больше волос. Здесь вот пинцетики такие. Ну, первый раз было больно. Да и второй тоже больно, на самом деле. Я пробовала не везде, только в двух зонах. Это было больно. Реально было больно. Но не так, чтобы, знаете, истерить и падать в обморок. Потому что я, прежде чем им пользоваться, начиталась всяких отзывов, комментариев. Некоторые пишут, что просто там у них душа улетала на небеса. Они орали, истерили, и плакали. Что только с ними не происходило. Я человек, который очень чувствителен к боли. Прям невозможно. И поэтому я думала, что у меня вообще будет капец как больно. Но я набралась мужества. Я сделала скраб. Я распарила кожу. Всё как нужно сделать. И первый раз вот пробовала. Неидеально у меня, конечно, получилось. Потому что непривычное ощущение. Не умеешь работать с этой штукой. Но сейчас прошла неделя, я вам хочу сказать. И результат крутой. Реально крутой. Ноги мне как-то даже больнее было эпилировать. Вот серьёзно могу сказать. И ноги не получаются идеально гладкие. То есть волос как таковых нет. Но видно, где-то что-то либо не до конца удаляется. Либо они как-то немного отрастают. Светлые маленькие, их не видно. И поэтому получается не супер идеальный эффект, как после станка. Но волосы реально дальше начинают расти уже не такие жёсткие чёрные. Особенно если у вас такой тип волос, как вот у меня, да? Как после станка. Крутой результат. Поэтому я рекомендую эпилятор. Я не знаю, конечно, какой лучше брать, там какой серии. Мне вот какой попался, таким ей пользуюсь. Но обязательно я считаю, что нужно распаривать кожу и делать скраб. Потому что пишут всякие провросшие волосы и всё такое. Это всё можно предотвратить самим, если вы будете правильно этим пользоваться. Ну и выглядит так симпатично. Я думаю, в дорогу с собой тоже будет удобно брать в такой сумочке. Думаю, что эффекта будет хватать где-то дней на 10 точно. Волосы начинают расти потом, ну, на самом деле быстро. Не то, чтобы ты ходишь неделю вообще без волос. Но они растут кое-где и уже не такие. Вот, такая вот тема. Кто пользовался эпиляторами, пишите в комментариях, как вам. Ну, я знаю, что многие сейчас, конечно, выбирают шугарь. Я бы, наверное, не пошла бы. Ну, во-первых, ты вот это всё делаешь сам дома. Ты не ходишь в это. Вот мне как-то было бы неловко на самом деле. Там надо отращивать волосы до непонятной какой длины. И вот это ходить дома в кофтах. Ну, стыдно как-то. И плюс тоже очень больно, потому что мигом всё вот так вот берут и убирают. Ну, такое. Тоже постоянно платить каждый там сколько месяц или, может, даже реже. Я не знаю, в это особо не вникаю. Поэтому я пока довольна тем, что в моей жизни появился эпилятор. И не так всё страшно, действительно. Если вы там сейчас задумываетесь о том, купите вы или нет, то я думаю, что можно попробовать. И просто набраться духу. Потому что для красоты приходится реально страдать немножечко. Надо чем-то жертвовать. Мне нужно забрать кое-какую посылку. А потом пойду к маме в гости. Скорее всего, тоже хочу её поздравить, вот, пронести ей кексики. Поэтому пойдём с вами уже в другом видео. Не знаю, на что я буду снимать. На эту камеру или на телефон. Потому что эта камера классная, но она очень чувствительна к свету. Просто капец как. А телефон вроде бы неплохо. Ну, из-за камеры, если честно, я сегодня очень расстроилась. Я вам даже передать не могу на сколько. Там усугубилась в несколько раз проблема со звуком. А я эту камеру очень люблю. Всем пока, друзья. Ещё раз праздником. Увидимся уже очень-очень скоро с вами. Подписываемся на канал, подписываемся на Инстаграм. Пишем комментарии, ставим лайки. И всем до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.